По статистике, 450 тысяч человек в России ежегодно переносят инсульт. 85% пациентов погибают или становятся инвалидами. Сократить цифру позволяют новые подходы к лечению. Их обсудили на конференции в Новосибирске. Ее посетили и медики Сергиева Посада. Речь шла о методиках, которые бы позволили расширить так называемое терапевтическое окно время от момента появления симптомов до лечения, когда оно эффективно. Сейчас такое окно составляет 4 часа. Цель – увеличить его до 24 часов. Это очень важно, потому что 4 часа – это очень короткое время для того, чтобы человек с момента появления первых признаков заболевания прошел этап оказания вызова, оказания скорой медицинской помощью своего предназначения, то есть транспортировка своевременная, обследование в стационаре в достаточно большом объеме, включая КТ, лабораторные исследования, и, собственно, принятие решения на сам тромболизис. И целевая задача по исполнению тромболизиса составляет 5%. 5% – минимальный показатель – 5% от общего числа всех инсультов. То есть, ну, как бы это немного, да? На самом деле, вот, к сожалению, подавляющее большинство пациентов, которые могли бы подойти под тромболиз, они не успевают в это терапевтическое окно. Увеличить время помощи поможет междисциплинарная бригада, которая будет собираться воедино от момента поступления пациента. Она включает в себя врачей приемного отделения, врачей кабинета КТ, неврологов, эндоваскулярных хирургов. Все должны действовать синхронно и быстро, провести обследование и выбрать способ лечения. Это может быть системный тромболизис, введение специального лекарства, которое растворяет тромбы. Это может быть селективный тромболизис, когда то же самое лекарство вводится непосредственно в месте, где произошла окклюзия, то есть в церебральной артерии. Это может быть тромбоэкстракция или тромбоаспирация, то есть это непосредственное извлечение тромба из сосудов головного мозга. В сосудистом центре Сергеева Посада такие методики тоже используют. За последние полгода операции проводились дважды. Новый подход к лечению инсульта включает в себя и новые методики в рамках КТ. Есть такая программа ОЛИА. ОЛИА – это компьютерная программа, которая позволяет математически обсчитывать исследования, проведенные у пациента, исследования контрастного усиления, КТ головного мозга с контрастным усилением, КТ ангиографии так называемой. И на КТ ангиографии мы помимо очага, в котором уже сразу произошла гибель определенного количества клеток, есть значительная площадь вокруг этого очага. Этот очаг называется ядром. Вот это площадь так называемой полутени. Когда клетки еще не погибли, но они уже страдают. И вот это называется пенумбра. И в зависимости от того, как мы дальше будем строить свои действия по отношению к этому пациенту, это ядро может расшириться на всю зону пенумбры. Сейчас всех сотрудников сосудистого центра знакомят с новой системой. Отрабатывается теория. Начать реализовывать программу планируют максимально быстро. Жанна Лавянникова, Илья Халяпин, программа «События».